Ситуация в Раде, безусловно, она с каждым годом все накаляется, с каждым новым политическим сезоном становится все более сложнее, потому что то, что нужно делить, его становится меньше, а претендентов иногда становится больше. Поэтому вот и пенсионная реформа, и вообще все реформы, которые необходимо привести, претворить в жизнь, они вот очень тяжело проходят, потому что здесь, с одной стороны, есть желание оппозиции максимально населить власти в рамках жизненеобходимых решений, и жизненеобходимые они не для общества, улучшения и так далее, а, допустим, пенсионная реформа необходима для получения нового транша, однозначно. Для стабилизации пенсионного фонда, ну и, соответственно, это как одно из требований МВФ. Поэтому оппозиция своим определенным образом может пытаться повлиять и так далее, вносить соответствующие правки и так далее. Но нужно понимать, что если бы у власти было необходимое количество голосовых желаний, они могли бы это легко проголосовать, принять решение про рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре и так далее, обосновывая этим тем, что люди все ждут, пенсионеры, точнее, повышения пенсии и так далее. Если они этого не делают, соответственно, у них проблема с голосами, есть проблема внутренних конфликтов, в том числе и Каноненко, и Гройсмана ситуация, которая еще тянется с окончания прошлой сессии, когда Гройсман отказался учесть настоятельные рекомендации, скажем так, Каноненко в плане пересмотра бюджета. И помним тогда эту фразу, которую он сказал, что он еще будет. Вот пенсионная реформа, она стала тоже таким своим образом и не только конфликтом между властью, оппозицией, предметом, да, но и между властными группами внутри. Почему? Потому что Гройсман сказал, что это его одна из самых важных приоритетов пенсионной реформы, плюс он действительно сказал о том, что он идет в отставку, если она не будет принята. Ну и, соответственно, Каноненко, используя свое влияние в Верховной Раде, решил, так сказать, сделать ответочку для Гройсмана и максимально затянуть этот процесс, сделать его достаточно тяжелым. Говорить о смене премьера не думаешь, что это самая главная цель, может быть, хотели, потому что снять одно дело и найти голоса для того, чтобы назначить другого, это совсем другая сложная задача нынешняя. Я думаю, несмотря на все эти противостояния, все равно пенсионная реформа будет проголосована чуть позже, потому что я же говорю, что это исключительно в том случае, если власть будет готова уже отказаться от сотрудничества с МВФ, в том числе, допустим, использовать это не только в ключе пенсионной реформы, поскольку она больше позитивная, именно как в медийном пространстве, а, допустим, вопрос с тарифами. Вот если власть захочет, если будут необходимо провести досрочные выборы, или даже под выборы следующие, то всегда можно сказать, что власть отказывается от сотрудничества с МВФ или отказывается повышать там тарифы, что требуют, и тем самым вызвать, ну, какую-то хотя бы часть народной любви. Плюс тоже нужно понимать, что ситуация с пенсионной реформой, с тем, что происходит в Раде, это тоже нежелание усиливать Гройсмана. Потому что Гройсман пообещал, Гройсман сделал, Гройсман получил политические дивиденды. Никто не хочет, чтобы эта цепочка была простой, легкой, вот. Ну и лишний конкурент, учитывая все-таки непростые отношения самого Гройсмана и Борошенко, и желание Гройсмана быть более самостоятельным. Поэтому все вот это накладывает отпечаток на деятельность Верховной Рады. То есть это межличностные конфликты между групповой, среди власти, между оппозицией и властью. Кроме того, оппозиция пытается расширить свои границы не только представительством в парламенте, то есть не теми партиями, фракциями партий, которые есть. Ну и еще аккумулировать энергию вне парламентских оппозиционных сил новых, которые набирают вес. Это Исаакашвили, да, движение новых сил. Это и Наливаченко с его движением «Справедливость», это и Гриценко, общественная платформа. Ну и это еврооптимисты, но они в принципе в парламент пока входят. Поэтому все вот эти составляющие, они нам дают те результаты, которые мы сейчас имеем.